Я считаю, что мы провели достаточно хороший, качественный матч. В первом тайме было достаточно душно и из-за этого темп был не самый высокий, но в принципе контролировали игру, провели очень хорошую комбинацию, которые вывешили голом, и поэтому мы повели в счете. Второй тайм. Конечно, на ход игры повлияло удаление, после этого удаления пошел футбол открытый, считаю, что должны были забивать. Но еще концовка была более комфортной, скажем так, но, к сожалению, не получилось забить. В целом, как бы, считаю, что абсолютно заслуженная победа. Двигаемся дальше. Пожалуйста, спросите, оцените игру Панела Яковлева. Он все же вчера был еще в Краснодаре, если он вернулся, как-то есть усталость? Ну, конечно, усталость чувствовалась, потому что даже он не играл в Краснодаре, но находился с командой, готовился. Конечно, там жалко, в таких условиях, когда ты находишься, силы. В любом случае теряешь, да? Но в целом старался и достаточно полезно играл. Так, мы недовольны. Ну, их выступление в сегодняшнем матче как оцените? Ну, по кругу, например. Ну, Слава тоже много, достаточно много двигался, открывался и участвовал в этой кибинации, которая завершилась голом. Хорошо они сыграли. Крупов, обухов, леонтов и крепленный дождь. Тоже доволен ее игрой. Насколько серьезный коллектив внесла погода? Вот, ТМПП, который не особо принял этот газон в достаточно качестве. По-вашему, как? Дождь не мешался? Дождь? Лизнь. Вы заметили? Я заметил, да. Ну, я думаю, что легче дышать стало, да? Дышать. Газон качественный, да? Луж там особых не было. Поэтому, я думаю, что из-за дождя темп увеличился. Темп увеличился, и я сказал, что более открытый футбол пошел. И я думаю, что здесь поглинял и дождь, и удаление. Потому что в Волгаре, в оставшемся меньшинстве, все равно им нужно было как-то пытаться сравнивать счет, отыгрываться. И, естественно, они пошли вперед, там большая сила, оголяют и вы. Поэтому футбол был такой, достаточно веселый в концовке. Учитывая сегодняшнюю игру, можно сказать, что кто-то из игроков готов к основной победе? На эту тему уже говорили все тренеры, тренерский штаб первой команды. Мы тоже внимательно за ребятами следим. Это очень хороший опыт. Они получают сейчас ФНЛ на другом уровне, на хорошем уровне, я считаю. И как только мы будем понимать, что кто-то готов не просто тренироваться с первой командой, а готов реально быть в обойме и выходить в матчах, естественно, сразу поставить приглашение. Это в первую очередь зависит от главного тренера. Оленчик. Скажите, пожалуйста, пять игроков, которые были на чемпионате Европы, они уже как-то готовы к выступлению ФНЛ и когда-нибудь будут играть? Потому что, как я понимаю, они же не проходили сбор с командой. Является ли это вообще сейчас проблемой? Да нет, проблем никакой нет. Просто ребята там за 12 дней провели пять матчей. В первую очередь это Гулиев и Милканзе. Поэтому им дали отдохнуть. Они вот сегодня, практически первый день тренировались. И к следующей игре уже будем готовиться вместе с командой.